This is the verse 24 of Radara Sudanity. Yes, yes, I already read the verse again. Yes, when can I see your young lover sitting in a high Kadamba tree, watching you as you go down to a lonely place on the bank of the Yamuna, where I massage your ambrosial limbs that are the very life of Pupits. And then we, because we have already read last Saturday the half of the verse, I continue in the other half of the commentary. Her body shines like millions of lightning strikes, and her beautiful face is full of blazing, ever-increasing bliss. Did you find it? It's on the second page of the verse. I'm on the second page, yes, but the second part is big. It's after verse 99, Gattrekoti padicabhi pravita tanandacabhi shri mukhi. This is how Krishna experiences her sweetness. The body shines like millions of lightning strikes, and her beautiful face is full of blazing, ever-increasing bliss. Sorry, because today's Govinda Mahima's translation, my Radra Sasuniti was open in August 28th. I was not prepared. I was not prepared. Oh. The body of Radhika, the life itself of Kamadarov's life, Ananda Jiva. Yes. I found your body is shining as millions of thunderbolts. Yes. Please, please. Okay. Yes. 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 This is not heavenly nectar. It is the supreme nectar of Mahabharva. Это не райский нектар, это высший нектар Махабхавы. So here comes the question, what is the difference between this heavenly nectar and the nectar of Махабхав? И возникает вопрос, какая разница между райским нектаром, амброзией и Махабхавой? Usually when we speak about the heavens, it is like a place where the soul is reaping the results of good activities in other planets. И когда мы обычно слышим о райских планетах, мы читаем, мы узнаем, что райская планета – это то место, где душа наслаждается результатом своего благочестия на других планетах, где она работала, совершая благочестие действия. So we know that the heavenly themselves singers or dancers, they are very attractive. И мы знаем, что там, на райских планетах, есть очень красивые девушки-танцовщицы. Наша Мать Радика намного более красивее, она более сияющая. Самое тело, оно осознанно из эмоций, духовных эмоций, переживаний. And these are the selfless feelings of the heart of Krishna, because she is the heart of Krishna. She is the personified love of Krishna. Она олицетворенная любовь к Krishna. So her body is the very life of Cupid. И ее тело является самым жизнью Купидона. Ананга Дживан. Ананга Дживан. So sometimes we hear that the Cupid has lost the body. And there is no form to Cupid. Мы можем слышать, как однажды Купидон потерял свое тело, поэтому он зовут Ананга, то есть бестелесное. So but Krishna, here is the transcendental, the eternal Cupid, not just the mundane love God. Но Кришна не является обычным Купидоном. Он трансцендентный Купидон, Бог и Дмитрий. Он трансцендентный Расика Шекхара, то есть тот, кто наслаждается расами. Лучший в этом мире. Лучший гурман в наслаждении расами. The meaning of this. Ананга. Дживан. Анангу пачо дэад. Анангу пачо дэад. Пачо дэад, мисс? Пожалуйста, не види себе муя. Пожалуйста, не види себе муя. Sorry, гурман в наслаждайся. Who is forget himself? And they become one. Тот тот потерялся, тот забыл сам себя. Ананга. Она настолько очарована ее красотой, очарована, что он вращается, забывшись, кстати. Она настолько охвачена тем чувством, что он хочет быть единственным с ней, и теряется осознание, кто я, кто Радха. Кришна теряет осознание самого себя, кто Радха. Когда Рай Рамананда рассказывает с Махаправу нахам Рамананда. И Рамананда Рай делится с Махаправою, и он произносит эти слова, которые произносит закончивый. Махаправу нахам Раманда и Махаправу нахам Раманда. Это все прошлое. Это древний прошлое. Двенадцать лун Кришна. Двенадцать лун Шримати Радхи. И это божественная красота, высочайшая красота. Мы не можем осознать себя без половинки, без Манжари. Двенадцать лун Кришна и Махаправу нахам Раманда и Махаправу нахам Раманда и Махаправу нахам Раманда. Двенадцать лун Кришна и Махаправу нахам Раманда и Махаправу нахам Раманда и Махаправу нахам Раманда. Только божественное может понять божественное. В телесном осознании этого невозможно сделать. Потому что наш дом живет в материальной идентификации. Обычно душа находится в телесном осознании. Он думает о себе как теле. То есть в материальном осознании личность не может себя осознать как душа. То есть она не знает кто она такая. И садна, то есть знакомая характера, это только прийти к пробуждению души, к осознанию себя. Чтобы войти в настроение Гопи Бхава. Почему Гопи Бхава? Почему Гопи Бхава? Потому что Гопи означает, то есть душа, которая любит сверхдушу. Когда душа достигает сверхдушу. Когда душа достигает первую душе. Эта душа достигает сыгры душу, она говорит о сверхдуше, теперь я не оставлю тебя, я расписываю с тобой, я буду с тобой. С этого момента я больше не буду действовать под влиянием ложного эго. Я больше не буду, я больше не буду входить в это состояние и находиться под гнетом своих чувств. И она будет так действовать, такая душа. Вот что значит расписаться. Что Шилапрапада говорит в Бхагавите 10.10. И тогда, слабо и вероятно, ты достигаешь до конечной цели, высшей цели. Это Бхагавад-гита. 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 Я не знаю в этом эта Mei Chair through. Бхагавад-гита. Он говорит о чистодуховном. Ничего другого я там не ищу. Све Бхагавад. Wonderful Guru Dave. Замечательная духовность. Бхагавад-гита. Голден Бхагавад-гита. Бест Бхагавад-гита. Реттенбай Прабхупа. Золотая Бхагавад-гита. Лучшая Бхагавад-гита. Написано Швиле Прабхупа. Это Расик Бхагавад-гита, Голден. И мы можем понимать и чувствовать это Расика-экспланation и Расика-эссоциаций. Потому что Бхагавад-гита написана Расика, Вайшнаум, то мы можем ее понять только Бхагавад-гита. И я предполагаю для всех вас что если вы видите из этого видео то вы будете удивлены. Сейчас мы читая ее подчеркиваем там важные мысли очень яркие, сильные мысли Шил Прабхупады. И к тем, когда она будет готова, когда я подгибил, так вы будете удивлены потому что там есть это и там прекрасенность есть. Then I remember my Gaurasundara. He said, when your bhava is fixed, when your nature is fixed, your vision changes. I said, not by example, I say. Like you are sitting in one place. Например, вы сидите в каком-то месте. You have a vision to see? You see something from that? Your eyes can see that, right? 180 degrees usually. You can see? So we are seeing only material things from material eyes. И мы можем видеть вокруг материальными глазами. And imagine, if you move your place to live. Представьте, вам нужно поменять место жительства. Переехать куда-то. The vision will change. Тогда и видение изменится. И если вы находитесь в божественном месте, в духовном месте, то и ваше видение будет соответствующим. Или нет? Или не так? Yes, we do. Then why are you interested in material? Why are you interested in material? Yes, what? What means? Тогда какой смысл всматриваться в материальное, что там искать? And again you come back to that old place. Again you start looking with that vehicle. Then you judge what is the best place to live. Тогда нужно разобраться, где лучше всего жить? Иди, 보면. and get started. Иди, Гурадев? рада, рада? рада, рада. Can you hear me? Sorry, I had a problem with internet obесциссies to devotees to Гурадев. Гурадев, we have one new member of Russian Он из Искона, который хочет узнать Бхагавад-гита более глубоко, и он очень интересен в Рагануга-бхакти, в Кришна-коншизнении около 20 лет. Это должно быть близко к мне, я не могу объяснить через интернет. Городев говорит, что он должен прийти ко мне, он рядом со мной. Также есть сложности в том, что разные языки. Я про вас сейчас упомянула, чтобы Городев, так сказать, чтобы вас познакомить, да, чтобы... Может быть, у вас, если какие-то вопросы есть... Видите, он как раз сейчас о Бхагавад-гите Шилы Прабхупады говорит, он ее снова перечитывает, поэтому есть возможность задать вопрос Городеву. Он здесь, Городев, это Прямарупа Прабхуп. Он здесь, Кришна-коншизнение. Я говорю, что вы читаете, что вы читаете, что вы читаете, что вы читаете, что вы читаете. Во вступлении к Бхагавад-гите. Я вижу, что во Вриндаване все практикуют то, что Шила Прабхупада на четвертой странице, но это английское издание, во вступлении уже написал. И каждый должен себя спросить, практикую ли я то, что Шила Прабхупада на четвертой странице в себя в Пхагавад-гите написал? Шитна является моим дорогим другом или нет? Или Гуру является моим дорогим другом, близким другом? Говорил ли Прабхупада о том, что Гуру должен стать самым близким, дорогим другом? Он не был Гуру. Тогда он говорит, если вы не понимаете, то есть другой путь. Если вы этого не понимаете, то есть другой путь. И он дает второй путь. И что вторая путь? Понимаете Бога, понимаете душу, понимаете карма, понимаете майя. Пять путь. И если ты не можешь своим дорогим близким другом принять Господа, то Прабхупада дает второй путь. Говорит, ну если не можешь это, сделай вот это. И он рассказывает про карму, про майю, про все, что Господь, Он такой Всевышний, Великий. Первый путь это как до носа дотронуться, вот просто взять и дотронуться так. А второй путь, если ты так не хочешь по каким-то причинам, то постарайся как-то вот так дотронуться до носа. Но все-таки поняв, что вот так вот это неудобно, ты однажды поймешь, что вот так легче и быстрее. То есть когда ты пытаешься вот этим вторым путем очень долго идти, то ты вот так вот назад уходишь куда-то в сторону и есть шанс, что ты просто вот совсем, то есть ты уже до цели, до своей не дойдешь уже, забудешь. Вылетишь куда-то вот в майю там обратно, то есть ты будешь где-то сзади, там сбоку, то есть не здесь. И он дает пропадам много разных. И он дает пропадам много разных. Если мы не хотим так, то можно по-разному там шесть путей или сколько. И большинству это нравится, потому что очень много информации интересной. Это то, что нужно делать. И это самое сложное, потому что мне нужно делать что-то. И мы обычно говорим, мне некогда, я очень занятой человек, у меня много обязанностей материальных, поэтому когда нужно что-то делать, мне нужно что-то делать. Сделacle сие от yolks faux-v�, что конкретноா-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я не следую Парампаре, я не следую учению Прабхупада и цепи ученической преемственности. Я отказываюсь от преемственности преданного служения, и мне больше нравится имперсональная Парампара. И это наша проблема. То есть мы не хотим близких отношений, развивать близкие отношения с Господом. Мне нравится более такое имперсональное отношение с Ним. И находимся ли мы тогда в Парампаре Прабхупада? Другой, читайте Бхагавадгита 10.10. Там описана цель и наивысшая цель. Когда мы заканчиваем 11 класс школы, тогда мы выпускники выпускаемся. Для того, чтобы достигать еще более высокой цели. А также прочитайте самый-самый последний кусочек в Бхагавадгите Прабхупады уже как послесловие. Его самые последние слова в Бхагавадгите, как она есть. Как он подытожил все, что вот он говорил, чем он подытожил. Он написал, что если вы хотите стать нормальными, то есть к этому только один. Что значит быть нормальными? Нормальными? Мы что сейчас, ненормальными что ли? Мы не в норме? Мы не нормальными сейчас, потому что мы себе придумали свою парампара. А майя парампара? А майя парампара? What parampara? My? What is my parampara? Body parampara. My sense enjoyment parampara. My material world parampara. My existence parampara. This is my parampara. This is my parampara. I born in a king family. This is my parampara. Say, translate. Почему мы сейчас не в нормальном состоянии? Почему нам Прабхупада советует все-таки прийти в нормальное состояние? Потому что сейчас мы не в настоящей парампары. У нас есть наша материальная парампара. Наша, например, я родился в царской семье. Ну, наша телесная парампара, да? This is normal. abnormal. am normal. I'm not telling about all of you. I shared about me. I'm not telling about all of you. I said about me. This is my abnormal nature. If I have any desire to be a normal, Нормально, как человек. Реально, как нормальный человек. Тогда мы нужны эту территорию от желающей доживости. Нет никакого способа. Если я хочу стать человеком, если я хочу стать нормальным, что Прабхупада пишет его? Последние слова. Что нужно принять в прибежище у энергии дарующей наслаждения. Бхагавад-Гита 10.15 Прабхупада рассказывает что даже Кришна, Супремный Лорд, не может понимать Его себя. Что с нами? Бхагавад-Гита 10.15 Там говорится о том, что даже Кришна, Верховная Личность Бога, не может понять сам себя. Что уж говорить о нас? Бхагавад-Гита Бхагавад-Гита она помогает ему познать насколько он красив, прекрасен, его качество. Я все равно Я все еще считаю себя учеником. Я всегда учусь и когда я читаю книгу, я всегда в ней все подчеркиваю для того, чтобы возможно и вам, если это будет интересно, чтобы вы тоже обратили на это внимание. One person asked to me, why you underline in books and why you make book bad? I want to digest it. One time, not many times, I want to read and understand this in my practical life to understand this and do it. So I underline this is the way I want to keep in the wall writing that I will live in my practice in this way. Я ответила, что я подчеркиваю для того, чтобы переварить это. Мне недостаточно просто прочитать. Я хочу снова и снова к этим строчкам возвращаться для того, чтобы их пропустить через себя полностью. Я хотел бы вот, ну, даже на стенах все это написать. Настолько мне хочется снова и снова продолжаться в эти строки. I feel very satisfied when I go deep and try to practice and live in that. Я чувствую себя очень удовлетворенным, когда я не просто читаю, когда я погружаюсь в эти строки и пытаюсь их проживать, практиковать. Это не просто философия, это слова Махаджан, которые очень дороги для меня, я хочу сохранить их в своем сердце. я хочу сохранить их, наслаждаться ими в своем сердце каждый момент жизни. May I add something, Городи? Yes. So that's why you say come to Vrindavan and have a relationship with me because through Internet... No, me, no, me, no, me. I have nothing to do. I have a body. My relation will not be useful. Yes, rather Mohan, of course. And you are... No, 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 no. The plea is very clear, I say. I will die soon. Then you will cut relation to Kampindavan. I see many ashrams and Gaudiya, Mata and every place happening. No relation with me. Nobody sits with me. Relation with Radha Mohan. Love to Radha Mohan and fix with Radha Mohan. I love and navigator works to show you how to more and more more and more develop love for him. This is the goal in Sadak Deha of the navigator and this is the goal in Siddha Deha when you will go to Siddha Deha then you are more formal place. Then in my Siddha Deha if I conscious with that then I will be ready to help you there. Siddha Deha and you have to so much to Guru, because he can leave in any moment. I see how it happens everywhere. In Gaudiya Madhya, Pustin храмы, когда гуру уходят с физического плана, вы должны развивать отношения с Радом Оханом, вы должны культивировать любовь к нему и отношения с ним. Я только навигатор, говорит, не нужно со мной строить таких отношений зависимых, потому что я могу очень скоро уйти, и тогда что, всё развалится? Нет, вы должны строить отношения с Иштадевом и с гуру в его сварупе, в его духовной форме, тогда если вы разовьётесь, я вам всегда в своей духовной форме мы на духовном плане мы будем вместе, и я буду помогать вам, но не привязывайтесь к этой материальной форме так сильно, чтобы потом просто не всё не разрушилось в один момент. Тогда может появиться вопрос, зачем же тогда проводить зум, вот эти встречи наши? Потому что вы, говорит, помогаете практиковать. You practice, helping me that you have to prepare yourself that you can also in my siddha they are ready to help there. I need your navigation there also. What to do? I have to no way from So, you are helping me. You all are expansion of my Guru-Dev. Вы все экспансии моего Гуру-Дева. Actually, can I say something? Yeah. We are in a temporary kingdom of mind and from conceptions. And there is an alternative possibility. This is the kingdom of feelings and relationship eternal. channel. And you are the navigator who show us to come from one kingdom to the other. And you are the navigator who who helps us to move from one kingdom to the other. And so we can understand that you are not the goal you are the navigator to bring us in this kingdom of feeling and relationship. И вы нас помогаете нам осознать что вы не цель что вы как навигатор который помогает нам обрести эти духовные чувства и чтобы попасть в это царство вечных духовных чувств. и вы даете вы кристаллизуете для нас эту цель что является нашей целью. и наша цель это наша свамини наша ищта дэви это служение ей и не нужно ждать перерождения в другое более подходящее тело для того чтобы начать служить свамини уже сейчас культивируя чувства книги. Если мы вас будем хорошо слушать правильно то мы можем начать уже прямо сейчас не дожидаясь конца жизни или следующего тела. И что Кришна делает в Бхагавадгите как вы ссылались на стих? This is the great invitation this is the great invitation of Krishna to come in this kingdom of the feelings and relationship и это большое приглашение от Кришны войти в это царство чувства отношений и мы можем узнать что этот kingdom не рулен by a king и мы понимаем что в этом царстве правит не царь это царство под управлением царицы and now we see in UK there was the queen is also there but when you see now she is 70 years ruling this kingdom and we know that the president is the president of the it is the king and she has been more than 70 years but if we watching this properly we can see I think there will be not more again 70 years possible но мы понимаем что еще 70 лет и управление явно не продлится so this is all temporary in this world all relationship all kingdoms are temporary but our kingdom of Swamini is eternal поэтому мы видим что в этом мире царства они не вечны и всему приходит конец но царство духовное царство под руководством царицы Радики оно вечно and you always prepare us to go in this eternal view not stay in a temporary view и вы гуру Деф нам даете это правильное видение да не акцентироваться на материальных вещах а смотреть царство вечности концентрироваться на нем на деф деф вечно beautiful beautiful you inspired me once when you say navigator Then I say, why navigator is required? Because I have a goal, so I need navigator. If I have no goal, why I need navigator? Городев говорит, прекрасно, прекрасно ты сказал, меня очень вдохновляют твои слова. И вот нужен navigator, да, вот ты сказал гуру-навигатор. Но зачем мне navigator, если я не знаю, куда ехать? У меня цели нет. То есть сначала нам нужно с целью определиться, а потом следовать навигатору, двигаясь к этой цели. And mind is coming. Why not I make the goal and I do nothing? I find some goal where I have nothing to do. Sorry, Guru Dev, I cannot understand. I find some way that I have nothing to do. I don't want to put my time. I am busy, I am very busy. I want to find some way that I don't need any goal and no navigator. I see. Городев говорит, что, ну, многие, да, ищут такую цель, где не нужно будет ничего делать, потому что у нас так много забот, так много проблем, что вот бы такую цель обрести, где делать ничего не надо. Поэтому появляется кто-то, кто говорит, ну, вот, смотри, Гуру — это цель. Вот твоя цель — это Гуру. You don't need to do anything. И ничего делать в ходу. Билуй Гуру своей целью, и все будет хорошо, он все за тебя сделает. Why complications? This is the right way. This is the right way, easiest way. I am very free then. So he will do for me everything. And I will do my job, and he will take care of me. He's at my goal. You remember Narayan Maharaj. I remember one day he's talking. The guru is like a cat and dog in her home. Narayan Maharaj was. Sorry, what he told the guru is cat and dog? Dog. Dog of the home. А, dog of the house. Я вспоминаю слова Narayana Maharaj. Помню, как он говорил, что гуру — это как собака в доме. Because he has to shout, he has to do everything. I am free, I am protected. He will take my care. Remember, if you are Narayan Maharaj's devotee, if you don't listen to this word of him, means you are not close to him. Frankly speaking, I didn't remember this word, but for me, you are not in class. Yes, I am not a radical disciple. He said that the guru, they keep the picture like a dog. Not cat even. He's a dog. Because he will protect my home and to me. Why? I do my business. I know Suniti knows my being, which he was always with me. You say or not? Yes, Guru Dev, it's a wrong conception of putting the guru in my service for my material desires. You say? You say, no, that the guru is like a dog in the home. Guru Dev говорит сейчас, что я помню слова Нараяна Махаража, очень такие, ну, такие жёсткие слова, да, о том, что сделали из гуру как собаку-охранника в доме. То есть повесят везде изображение гуру, и гуру у них всё делает за них. А сам человек, вот он как под охраной собаки, да, ему ничего делать не надо, он такой защищённый, своими делами занимается. Вот, и он спрашивает, ты помнишь, ты же его близка была к Нарайне Махараджи, ты должна, говорит, помнить. Suniti говорит, да, это ложное понимание гуру, что мы на гуру всю ответственность за свою жизнь духовную сваливаем, и сами просто пользуемся его служением. То есть он нам служит, получается. Что гуру нам служит, он пишет и пишет книги, да, он старается для нас, а мы даже не хотим понять эти книги глубже. И что читающие книги, гуру и Нарайна Махараджи, Шила Прабхупады, они вроде читают, а всё равно делают из гуру цель, да. Да, в их книгах написано очень ясно и понятно о том, что цель наша это Радха и Кришна. Радхе, 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 Крия? Да. Я очень горжусь учениками Шилы Прабхупады и Нарайны Мухараджи. Пожалуйста, пытайтесь читать их книги и понять их глубже. И кое-что еще меня вдохновил, вдохновили вы, чтобы я объяснил. Это материальное тело непременно умрет. Что значит смерть? Душа просто выйдет из материального тела. Когда душа выйдет, куда она направится? Если я не практиковал в Радхадасе, да, свою душу, не взращивал в Радхадасе, то, что он будет делать. Он будет идти к Радхарани или нет? Куда она пойдет? Отправится она к Радхарани или нет? То есть, я уже решил, куда я должен идти к Радхарани. Моя садана – это определение, куда потом пойдет моя душа. Я буду идти к Радхарани или нет? Но если я ничего не буду делать и я умру, Если я так себе за всю жизнь не поставил четкую цель, куда после смерти я направлюсь? Радхарани, они ведь становятся такие привидения, верно? Радхарани, Радхарани, Городев. Я просто подумал, что связано между сателлитом и навигацией системой. Я только что подумал о том, какая разница между навигатором и спутниковой системой. В материальном мире это 0 и 1, это система кода. В нашей реальности это 1 и 9, или 1 и 0 и 8. А в нашем системе наши координаты – это 1, 0 и 8. Это любовь, связь между Радхарани, ощущения Радхарани к нашему Гуру Манджари, и ощущения Гуру Манджари к нам. Это direct связь, в действии. И какую связь мы имеем? Это любовь от Радхарани передается Гуру Манджари, а Гуру Манджари уже спускает ее нам. И вот такую цепочку мы имеем, такую связь. И все чувства, которые мы накопили за жизнь, все это засчитается в момент смерти. Это как какой-то накопитель в навигационной системе. Если они в доме, в доме, в каждой навигационной системе, вы имеете в виду маленькую... Как вы скажете? Стретий. Это как вы нажимаете, это написано в доме. Вы можете нажимать, просто в доме. И такая аналогия, да, что в системе навигации всегда есть кнопка, где написано «Домой». Поэтому там уже собрана вся база данных, и из любого просто нажимая «Домой», ты попадаешь домой. Наша Гуру Манджари, она всегда связана с Радхарани, с ее царством. Поэтому нажимая эту кнопку «Домой», мы, соответственно, попадем туда. Но если у нас нет цели, и мы не связаны так с Буру Манджари, да, и с Радикой, то есть и у нас цели нет, то нам бесполезно нажимать на кнопку «Домой», потому что у нас нет, наш дом неопределенный, нам снова и снова придется принимать другие тела, другие рождения. Если, как вы говорите, Гуру Дэв, всю жизнь мы медитировали на наших предков, то куда мы после смерти отправимся? Мы отправимся к ним. Если мы медитировали на мертвецов, да, на тех, кто уже ушел, то мы станем сами привидениями. В Бхагавад-гите говорится, что состояние ума в момент смерти определяет следующее наше, следующее рождение. Но здесь речь идет не буквально то, какая у тебя последняя мысль перед смертью в голове, а это тот багаж чувств, который ты накопил за всю жизнь, то есть то, что сгустилось у тебя, какие желания, какие чувства, какое настроение, вот что сгустилось, что ты накопил, вот это твой багаж перед смертью. Мы даже знаем это в материальном мире. We say positive thinking, but actually, it's a feeling. It's not the thinking. You have to feel where your goal is. You have to feel for the big car you are sitting in, or you have to feel you are serving the wonderful lotus feet of Radha Rani, and you have to imagine it. And if you can imagine it with all your feelings, then it's for sure you will get it. И очень важно. Все говорят «позитивное мышление», но на самом деле это не позитивное мышление, это наше состояние в позитиве, в каком-то светлом, лёгком настроении, состоянии. Это зависит от нашего мировоззрения в том числе. И, например, про это состояние, про то, что мы можем, например, один человек ведёт машину, и он просто ощущает, что я сижу в машине, а другой в это же время может полностью погрузить свои чувства, например, в служении лотосным стопам Radha Rani. И если он погрузится туда всеми своими чувствами, то непременно он это потом и получит. So in this view we can understand why Gurudev is pressing this point that we have to be in our spiritual body, because this spiritual body is condensed feelings body. И нужно понимать, почему наш Гуру Дэв, он постоянно говорит о сварупе, постоянно, постоянно об этом упоминает, что это важно. Почему это важно? Потому что сварупа – это наши сгущённые чувства. То есть чувства накапливаются и сгущаются, уплотняются. И вот это является духовным телом сварупы. И тогда благодаря вот этим чувствам Radha, да, любовь, страстное стремление, оно и будет вести вас к этой цели. И если у меня нет цели материальной жизни, Гуру за меня что тогда? Не поможет мне, ничего не сделает? Гуру Дэв, whatever we give in, in this guru navigation system, he will bring us. Like, I personally saw that the person came to you and he was not interested in the goal of Radha Rani. He had another goal. But you didn't reject him. You gave him some help. You said, well, maybe I can help you a little bit. And you showed him how he can reach his goal, although it is not your goal. Гуру Дэв, я хочу вспомнить один момент, к которому я был сам свидетелем. Однажды к вам пришёл человек и попросил помощи. Но на самом деле он не был в настроении Рададаси, он не хотел Радику как наивысшую цель. И вы его не отвергли. Вы помогли ему достичь его цели. Вы сказали, что да, я тебе помогу. И оказали ему поддержку и помощь. The guru has his home bottom, his own goal, and this is fixed. It doesn't even have to be shown because it's so fixed that there is no question mark. This is a Siddha. If he's not a Siddha, he cannot bring you to your goal or to all goals. He may bring you to some goal, but he will not bring you to the ultimate goal. No, no, that I want to do this. Гавра Вани праву говорит, что у гуру у самого должна быть цель. И она должна быть настолько сильная и зафиксированная, что не должно никаких быть вообще вопросов о ней. То есть, что он сам олицетворение своей цели. Поэтому какой гуру нужен? Только Siddha-гуру, уже достигший стадии Siddha, иначе он просто не сможет привести к этой цели и вообще никаким другим целям тоже. Нарайана Махараш, да, Шила Гурдев говорил, что если у вас есть жажда, тогда я вам покажу путь, если у вас жажда есть, желание. Если у вас нет жажда, то без проблем. Он только навигатор, он никогда не будет для меня. Он навигатор, но делать за меня не будет. личность сама должна прилагать усилия. Я сам должен двигаться по духовному пути, но гуру он только показывает путь как на прабхупатор сказал, каждый должен лететь своим самолетом. на самом деле, я думаю, Я думаю, что оба пути верны. Гуру Дэв — это цель. Он и цель, и навигатор. Как это может быть? Если я выбираю оставаться только как садака, воспринимать себя только в телесной концепции, ну как в садаке, то тогда Гуру может быть моей целью. Потому что тогда я могу все ему посвятить, да, все отдать. Это тоже неплохо. Я даже могу его ругать, если я не продвигаюсь по духовному пути. Если я удовлетворен только своим ощущением себя как тела, да, как садаки, садакадехи, то тогда я, значит, и в гунах хочу оставаться, и тогда и отношения с гуру, они тоже остаются в гунах. И для кого-то такой путь тоже нормален, если цели пока нет. Но если моя цель — это радха, чарана, сева, служение лотосным стопам Радики, то тогда гуны мне одни не помогут, мне нужно выше, мне нужен другой путь, и тогда гуру становится навигатором, а не целью. Если я хочу подняться над гунами в эти духовные отношения, чтобы достичь этой цели радха, чарана, с вами. И если я выбираю путь оставаться в гунах, оставаться в сознании садаки, то тогда, как Гуру Дев сказал, это такой легкий путь, расслабленный, потому что гуру — моя цель, и я все на гуру свалил и сам отдыхаю. Но если я с этой целью выбираю радха-даси, то тогда я должен прилагать свои усилия, а Гуру Дев будет как помощник мне. Но если я действительно хочу стать радха-даси, то я знаю, как Гуравани сказал, какой кнопкой нажать на навигаторе, что он меня действительно берет домой, как навигатор. Поэтому это как два таких пути. Что я выберу? Если я удовлетворён находиться в состоянии, в материалистичном состоянии, ощущение себя как тело садаки — это одно, тогда Гуру — это цель. Но если я выбрал своей целью стать служанкой радхики, тогда Гуру — это мой навигатор, потому что я должен прилагать усилия, сам ехать, а Гуру Дев будет показывать, куда. Поэтому оба пути, они имеют место быть. Поэтому нет в этом никакого конфликта. Это всё зависит от нашего вкуса. Depending on the goal. Всё зависит от цели. Рады! Рады! So happy. How many are there? 30 лет назад. Моине! You are doing surprise, what is there? It's a birth of international sangha, of Japanese devotees. Look here, we have so many Germans now. So it's like, from Koyeja also. But this is your sangha, Mohini. You are in the whole world, my dear, in Japan also. You know, there, my God. Guru Dev, can you remember, do you remember, Yelena wants to take Hainam? She's very anxious. When can she get your mercy? Back Saturday? You said today. We had a call, do you remember? We had a call with Yelena all together. I want to tell you, who is this? Yelena, come on to Guru Dev. Yelena, you are there. You are from Russia. Of course. We had a call. I, правда, не успела перевести. Слушай, я не успела перевести. Я сегодня переведу твое послание. What are you doing? What she do? Sorry, Guru Dev. What she is doing? Спрашивает, чем ты занимаешься, как бы, ну, где живешь, чем занимаешься. Я живу в Тюмени, на севере России. В данный момент пока сижу дома с детьми, воспитываю двух детей, двух мальчиков. She is saying that she is from the north of Russia, from Тюмень, and now she is a housewife. She is looking after two sons. Два таза, что они были? Что муж делает, чем занимается? Муж работает, помогает мне. She is saying that husband is working, helping the family. Work, she works. Кем работает? В Сахар. Он работает машинистом. А машинист чего? Двигатель внутреннего сгорания. Боже, а как мне это перевести? Нет. Расскажи, может, вкратце про то, что ты написала в письме. Можно сейчас, я могу перевести. Ты, говорит, очень внимательно слушаешь, и я понимаю, что ты пытаешься понять все, сидишь и уникаешь во всем. Спасибо, спасибо, рада, рада. I have not much want to say you, only to develop your need to service of Radhika. Я, говорит, много тебе не скажу, скажу, самое главное, постарайся развивать жажду к служению Radhika. Чтобы стать рада-даси. Чтобы стать рада-даси. Как это возможно? Как это возможно? Как это возможно? Как это развивается? Как это развивается? Это развивается за счет того, что каждому ты даешь уважение и любовь. Не с кем не сражайся. Ни с кем не сражайся. Не с кем не сражайся. Не сражайся. Чтобы не было врагов какой-то зависти. Если даже муж будет в настроении воинственном, никогда не отвечай тем же, не воюй. Смиренно говори, да, прости, я исправлюсь. Никогда не сражайся, никогда не сражайся. Как возлюбить ближнего своего. Everyone. When you start loving like this and caring to everyone. And to respect the older. Respect the older. Ты должна заботиться о всех, да, быть в умиротворенном состоянии и уважать всех и старших уважать. Never disrespect. Никогда не выражай непочтительность. Automatically, you will become Radha Das. И автоматически ты будешь как Radha Das. This is my teaching for you. Таково мое учение для тебя, для послания. Спасибо. Спасибо, я училась, спасибо. Рады, рады. Но когда получают дикшу, нужно взять какие-то обязательства. Honestly, I don't take any promises. Sorry, Gurudev. I never take any promises to anyone. Но я честно скажу, я ни от кого не требую никаких обетов. This is no illegit sex. No gambling. No meat eating. Какие обычно обеты бывают? Это не употреблять продукты животного происхождения, да, азартные игры, незаконные какие-то связи и прочее. Интоксикация. But I know take this problem. You have to change. You have to change. That will be your love. Ты сама изменишься, и это будет само собой, взращивая любовь. Да, от любви твоя природа сама так изменится в такую сторону. Only I will say one promise. If you want to love someone, love to Radamohan. Я беру только один обет со своих учеников. Если хочешь отдать свою любовь кому-то, отдай ее полностью, Radamohan. Божество. You agree? Agree? Ты согласна? Да. Да, конечно. Да, конечно. Ты теперь встану. Я говорю. Аре-кршна. 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 Аễ-кршна. Кришна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова